Наверное, наше занятие, если вы не возражаете, будет состоять из трех составляющих. Первое — это в связи с юбилеем, столетним юбилеем Государственной архивной службы. Я расскажу об истоках той сложившейся модели, которая и послужила для многих примером, для многих стран мира. Вторая составляющая — это, если вы не возражаете, мы поговорим об архивной евристике и методах поиска и выявления архивных документов для написания, в частности, ваших научных работ, курсовых ли, будущих дипломных работ, магистерских диссертаций и, быть может, кандидатских диссертаций. А третья составляющая нашего сегодняшнего занятия — это проблемы архивной реституции, которые являются очень чувствительными по сей день, и особенно остро эта проблема перемещенных культурных ценностей, в том числе и архивных, она особенно остро поднялась и возникла в 90-е годы, и по сей день не все ясно как в ее теоретических аспектах, так и в практических аспектах. Ну вот, если вы не возражаете, то вот такой план сегодняшних наших занятий. Вы по ходу можете прерывать меня и спрашивать о чем-то, если возникнут какие-то вопросы. Итак, первая составляющая — мы поговорим об истоках той модели архивного строительства и архивного дела, которое сложилось с 1918 года. Дело в том, что необходимость совершенствования архивов и архивного дела, она осознавалась практически всеми передовыми историками и архивистами, ну, начиная с середины XIX века. Эти вопросы и проекты архивной реформы постоянно выносились еще в 1919 году на обсуждение правительства, на археологические съезды. И к тому же необходимость совершенствования архивов была вызвана, если вы знаете, резким всплеском в начале XX века именно интереса к неопубликованным источникам, архивным документам. Вот это те причины, которые, собственно, и сподвигли историков и архивистов бороться за проведение архивной реформы. И, конечно, возникает вопрос, ну, а за что, собственно, боролись историки и архивисты более 50 лет? Ну, или по-другому поставим вопрос. Против чего они боролись? Дело в том, что они боролись против ведомственного неустройства или, как говорил Самоквасов, архивного нестроения. Дело в том, что каждое ведомство считало себя вправе бесконтрольно распоряжаться принадлежащими ему архивными документами. И документы до проведения архивной реформы, архивные документы, которые существовали при каждом ведомстве, они были просто разбросаны, распылены между многими ведомствами. Вот почему. И самое главное, что каждое ведомство само устанавливало правила доступа исследователей к этим документам, а если точнее сказать, недоступа. И самое трагичное было и печальное в том, что каждое ведомство устанавливало правила уничтожения документов, которые уничтожались буквально пудами и тоннами. И поэтому накануне, парадоксально, но накануне революционных событий, февральских революционных событий, практически все историки и архивисты выступили против ведомственного неустройства, против распыленности документов между многими ведомствами. Парадоксально, но наиболее резко, пожалуй, выразил эти настроения директор одного из самых закрытых и привилегированных архивов того времени, директор архива Священного Синода, Святейшего Синода, князь Львов. Он тогда в 2014 году еще сказал, сколько бы мы ни жаловались и ни возмущались, но до изменения существующего законодательства, не признающего за архивами научного значения, решительно ничего не выйдет. Ему вторил его коллега, известный, наверное, вам церковный историк, руководитель библиотеки Святейшего Синода, Константин Яковлевич Здравомыслов, который с возмущением говорил, как раз вот эти слова, которые я привела вам в начале, что каждое ведомство считает себя в праве бесконтрольно распорядиться принадлежащими ему архивными фондами и архивными документами, не учитывая того обстоятельства, что со сдачей в архив эти документы должны стать достоянием всего общества и государства. Вот не усвоив этого исходного тезиса, нельзя понять и причину столь леденодушного выступления историков и архивистов в дни февральских событий, потому что ведомственный бюрократический аппарат, он был не способен решить, покончить с этим архивным нестроением быстро, эффективно и, главное, мирным способом. И вот историки и архивисты в дни февральских событий, февральской революции объединились в уникальную не только в масштабах России, но и в мировом масштабе общественную организацию Союз Российских Архивных Деятелей, который, собственно, и готовил проект архивной реформы. Но прежде чем мы поговорим о деятельности Союза, собственно, его теоретических и практических разработках по проектам архивной реформы, нужно, наверное, учитывать чрезвычайные, я бы сказала, форс-мажорные обстоятельства, вызвавшие на свет появление Союза. Дело в том, что в первый же мартовский день 1917 года, когда Временное правительство еще только успело объявить о начале своего существования, в Петрограде и Москве практически одновременно во дворах зданий, упраздненных новой властью полицейских органов и учреждений, запылали костры из фотографических карточек, архивных документов и так далее. И вот очевидец и свидетель тех событий, Владимир Васильевич Максаков, уже через год вспоминал, что утром 1 марта, когда революционные власти вышли на улицы Москвы и Петрограда, а чиновники, счастью, сами оставили свои учреждения, как раз во дворах зданий полицейских участков, департамента полиции, собственно, его императорского величества канцелярии даже, запылали огромные костры вот как раз во дворах этих учреждений. И любопытствующие увидели, что выброшенные из окон фотографические карточки, архивные документы просто пылали. И надо сказать, что как и в Москве, так и в Петрограде, вот в Москве, в Большом Гнезняковском переулке, где, собственно, было учреждение московской охранки, так и в Петрограде во дворе департамента полиции день и ночь горели костры. И Максаков вспоминает, что в толпе было немало бывших агентов, и можно было убедиться из того, что при проверке дел охранки позже, в особенности ее так называемого агентурного отдела, выяснилось отсутствие, главным образом, личных дел секретных сотрудников и тому подобных документов. По-видимому, делает он вывод, не случайно исчезнувших во время стихийного, в кавычках, да, разгрома органов полиции. Ну, например, в департаменте полиции восьмое дело производства, а чем оно ведало? У вас считается курс истории государственных учреждений? Ага, восьмое дело производства – это отдел по борьбе с уголовной преступностью. Оно было уничтожено совершенно. Вот такие обстоятельства вызвали на свет появление Союза, российских архивных деятелей, потому что возникает, конечно, вопрос риторический. Как могли воспринимать сложившуюся ситуацию образованнейшие люди своего времени, всю свою жизнь посвятившие изучению и хранению, конечно, документальных свидетельств о прошлом? Конечно, они не могли остаться равнодушными перед этими актами вандализма, и они, может быть, раньше других, именно благодаря своим профессиональным знаниям, увидели и поняли, что начавшееся уничтожение, как говорил Пресняков, известный вам историограф, Александр Евгеньевич Пресняков, начавшееся уничтожение немых, хотя и красноречивых памятников старины, больше всего напоминает возвращение того страшного времени, когда, например, разиновцы с особым ожесточением уничтожали архивные документы, приказные документы, как основу ненавистного им режима. Или вот у вас же есть курс всеобщей истории, читается, вы, наверное, прекрасно знаете, вам преподаватели об этом говорили в лекциях, что то же самое было в дни Великой Французской революции, когда устраивались так называемые маскараты, крестьяне устраивали и уничтожали те акты, которые подтверждали законность или незаконность, но подтверждали права владельцев земли на принадлежащее им имущество. Итак, в марте, в первые же мартовские дни 1917 года начальник архива морского министерства Александр Иванович Лебедев разослал всем известным ему столичным историкам и архивистам персональные приглашения с просьбой прибыть на учредительное собрание новой организации, как он писал, в этот переломный для России период. И таким образом, 18 марта 1917 года состоялось учредительное собрание, сохранились стенограммы этого собрания, где было официально объявлено о создании союза российских архивных деятелей для подготовки вот той реформы и того декрета, столетие которого мы отмечали 1 июня 2018 года. Надо сказать, что союз, а, ну, кстати, я забыла сказать, сохранились стенограммы, где стенограмма этого учредительного собрания, где первым вопросом как раз был вопрос спасения от гибели документального наследия. И поэтому самой неотложной задачей, конечно, именно в эти февральские, в февральско-мартовские дни 1917 года стало спасение архивных документов. Но надо сказать, что историки и архивисты создали как бы две большие группы сотрудников и членов союза, сотрудников Академии наук, членов союза российских архивных деятелей. Первая группа занималась спасением гибнущих в огне революции документов, а вторая как раз разрабатывала все документы, необходимые для утверждения на законодательном уровне именно архивной реформы. Однако, как вы уже, наверное, догадались, события, произошедшие в октябрьские дни 1917 года, разрушили ту почву, которая была подготовлена для проведения архивной реформы. Временное правительство, в котором союз находил хоть какую-то поддержку и опору, но в лице того же министра просвещения Мануйлова, известного вам ректора тогда Московского университета, в лице Милюкова, известного вам министра иностранных дел временного правительства, пало. И опять архивы, как и в дни февральской революции, оказались на пороге гибели. Вот переживший эту вторую катастрофу с упразднением старых, учреждением новых организаций и учреждений Александр Евгеньевич Пресняков добавил в описание трагической панорамы гибели архивов новый, теперь уже классовый элемент. Он писал о том, что новые люди, вступившие в покинутые помещения, были чужды всякой исторической традиции. Ну, наверное, вам известен такой факт, как что большевики предприняли артиллерийский обстрел Кремля, в результате которого пострадали некоторые башни Московского Кремля, пострадал Московский дворцовый архив, который хранил, собственно, документы династии Романовых. Так вот, и Анатолий Васильевич Луначарский, нарком просвещения, под впечатлением этих разрушений подает в отставку. И Владимир Ильич Ульянов, Ленин, успокаивал его такими словами, я процитирую, как вы можете придавать то или иное, придавать такое значение тому или иному зданию, как бы оно ни было хорошо, когда речь идет о таком общественном строе, способном создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли мечтать в прошлом. Ну, я оставляю это без комментариев. Так вот, и надо сказать, что архивисты по призыву профессионального союза, союз союзов, присоединились к забастовке против переворота, как они называли Октябрьскую революцию. И более того, Лапа Данилевский, а я вам забыла сказать, что председателем союза российских архивных деятелей был избран известный вам, да, историк Лапа Данилевский Александр Сергеевич. Он подписал официальное заявление от Российской Академии наук вместе с другими академиками, которое начиналось. Великое бедствие подстигло Россию. Однако, видя, что архивы гибнут и архивные документы просто уничтожаются массами, Александр Сергеевич Лапа Данилевский призвал архивистов вернуться на свои рабочие места. И таким образом, весь, всю осень и зиму 18-го года, уже зиму 18-го года, Союз занимался спасением архивных документов, а также готовил недостающие документы для декрета, который будет принят 1 июня 1918-го года. Но надо сказать, что к весне новая власть, скажем так, опомнилась и назначила главного полномоченным по делам архивов от Совнаркома Давида Борисовича Рязанова. Я не случайно акцентирую ваше внимание на этом имени, потому что я считаю, что отечественным архивам повезло, что именно Давид Борисович Рязанов был назначен руководителем будущей отечественной системы архивов. Неоценимой заслугой Давида Борисовича Рязанова явилось то, что он не только сумел привлечь на свою сторону историков и архивистов старой школы, опасавшихся, кстати, увидеть в нем комиссара, но и не только спас документальное наследие страны, но он спасал многих от голодной смерти, если это владельцы частных архивов, спасал многих из тюрем. То есть Рязанов сплотил, еще раз повторюсь, сплотил отечественных историков и архивистов для спасения историко-документального наследия нашей страны. И в течение апреля 2018 года были подготовлены все документы для проведения архивной реформы. Оставался один шаг утверждения на законодательном уровне вот той юридической основы, которая бы и послужила для проведения архивной реформы. И 26 апреля 1918 года Рязанов впервые выступил на Совнаркоме, где участвовали 24 члена партии и правительства, в том числе Ленин, Чечерин, Стучка, Сталин и другие. И на этом заседании Рязанов вступил в дискуссию с Михаилом Николаевичем Покровским, будущим руководителем отечественной системы архивного дела в 1920-е и до 1932-го года. И так как, сейчас чуть позже я вернусь к этой дискуссии, и так как они не пришли к единому мнению, то в пункте Б короткого постановления было записано утрясти все эти разногласия и представить необходимые документы с участием заинтересованных ведомств к 20 числам мая 1918 года. И вот в течение, опять же, мая, конца апреля и мая члены Союза российских архивных деятелей, теперь уже объединенного под руководством Рязанова, в первый, хотя и временный пока, но в первый общегосударственный орган управления архивным делом, какого никогда не было в нашей стране. Это был первый общегосударственный орган управления архивным делом, Центральный комитет по управлению архивами. И таким образом они доработали эти документы, и в мае 1918 года в наркомпросе состоялось совещание, где Рязанов представил все доработанные для проведения архивной реформы документы. И опять на этом совещании Рязанов вступил в дискуссию с Михаилом Николаевичем Покровским. А вот теперь я скажу, в чем суть дискуссии. Суть дискуссии заключалась в том, что если Рязанов предлагал, как и естественные историки и архивисты старой школы, готовившие эти документы, что все архивы должны быть поставлены в равные условия, в том числе привилегированные архивы, поэтому главным здесь аспектом он считал научное использование архивов, то Покровский считал, что архивы, простите, я процитирую, это еще один булыжник в руках пролетариата. Поэтому на архивы должен быть повешен огромный висячий замок для того, чтобы, цитирую, ими не могли воспользоваться наши классовые враги. Поэтому в отличие от Рязанова, который предлагал подчинить архивы наркомпросу, потому что именно наркомпрос был заинтересован в научных исследованиях, он же предлагал подчинить архивную систему в ЦИК, потому что только в ЦИК может обеспечить вот эту недоступность архивов. Кроме того, на этом же совещании Рязанов вступил в дискуссию с Чечерином. А против чего же вдруг выступил Чечерин? Дело в том, что Чечерин не соглашался с обязательной передачей, как это было записано в проектах тех документов, которые представил Рязанов, не соглашался с обязательной передачей документов на государственное хранение, законченное к 25 октября 1917 года. Он считал, что каждое ведомство должно само определять сроки и условия передачи документов на госхранение. Опять к единому мнению не пришли на этой комиссии, и поэтому было решено передать решение этих вопросов на усмотрение Большого Совнаркома. И вы, наверное, знаете из курса, может быть, истории государственных учреждений, как вообще принимались декреты в первые послереволюционные годы. Так вот, почему они передавались на следующий день Малой Совнарком? Ну, скажем так, там председательствовал юрист Козловский, который проверял эти документы на предмет соответствия юридическим нормам. И таким образом, 30 мая 1918 года, еще раз повторюсь, документы, представленные Рязановым, были рассмотрены Большим Совнаркомом. И 31 мая в результате работы Рязанова с Малым Совнаркомом из таких больших очень документов, там он представил три больших документа. Это положение о будущем главном управлении архивным делом, положение о доступе в архивы, положение о местных архивах. Был составлен один документ, состоящий из коротких таких программных тезисов, которые и составили юридическую основу для проведения долгожданной архивной реформы. И таким образом, уже на следующий день, 1 июня 1918 года, этот документ был подписан Лениным, он получил название «Декрет о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Хоть это и были программные тезисы, как я сказала, но они составили долгожданную основу для проведения архивной реформы, и историки-архивисты пели буквально гимн новому декрету. Вот был такой византолог, церковный историк Владимир Николаевич Бенишевич, который, пожалуй, наиболее лаконично из всех назвал декрет «Декларации прав науки в архивах». Почему? Потому что пункт 7 декрета как раз гласил, в целях лучшего научного использования отдельные части Государственного архивного фонда должны быть соединены по принципу централизации архивного дела. Так вот, суть декрета состояла в том, что была провозглашена централизация. Вот суть декрета, за что боролись историки и архивисты более 50 лет. Централизация как управления архивами, так и централизация в смысле концентрации документов. И впервые в отечественной истории был создан общегосударственный орган управления архивным делом, который назывался как ГУАТ, под председательством Рязанова, под руководством Рязанова. И еще я бы хотела обратить внимание на два основополагающих аспекта этого декрета. Впервые, вот когда я говорю централизация в смысле концентрации, впервые был создан единый государственный архивный фонд, который включил все архивы правительственных учреждений, ну то есть государственных учреждений, которые ранее хранились по ведомствам и были распалены между ведомствами. Вообще идея единого государственного архивного фонда, вы знаете, это величайшее достижение мировой архивоведческой мысли. Потому что, хотя мы взяли как бы французскую модель организации единого государственного архивного фонда, вот в годы Великой Французской революции, вы знаете, да, был создан тоже архивный фонд, который во Франции, который был разделен на секции, но в чем было принципиальное отличие нашей модели, почему я говорю величайшее достижение не только отечественной, но и мировой архивной мысли, в чем было различие или отличие нашей модели создания единого государственного архивного фонда и концентрации архивных документов от французской, кто знает? Дело в том, что если во Франции в определенную секцию включались части даже фондов или разные фонды, то у нас историками и архивистами старой школы, это Николаев, это Лапа Данилевский, это Платонов, я просто называю только известные вам имена, да, это Гатье Юрий Владимирович, это Евгений Викторович Тарли и многие-многие другие, у нас же было решено ими с самого начала придерживаться какого принципа? Принципа неделимости фондов, недробимости, да, по-другому. То есть в секции включались фонды родственные между собой по содержанию, что и спасло архивные фонды и архивы от распыления. Еще я хотела бы обратить ваше внимание на последний аспект этого декрета. Там пункт четвертый декрета звучал так. Дела, созданные ведомствами, передают, остаются и нужны им для практической работы. Это вот вспоминайте о отголоске дискуссии с Чечерином, да? Все ныне производящиеся дела и переписка правительственных учреждений остаются при них в течение срока, устанавливаемого для каждого ведомства особым положением. Ну а после указанного срока они передаются в Единый государственный архивный фонд. Однако, вот смотрите, обратите внимание, за период времени особо определяемой главным управлением архивного дела дела, не утратившие значение для повседневной деятельности, остаются в помещении данного ведомства, но поступают в ведение распоряжения ГУАД. Если ведомствам нужны для практической работы документы и дела, они остаются в помещении данного учреждения или ведомства, но юридически они поступают в распоряжение ГУАД. Вы знаете, что произошло с этим пунктом? Обратите, но, да? Они остаются, но как бы являются уже юридически, являются собственностью главного управления архивным делом. Дело в том, что 8 июня 2018 года, когда был опубликован официальный текст декрета, вот это «но» было заменено на «не». То есть, видите, что в корне меняло смысл статьи, да? Дела остаются и не поступают в главное управление архивным делом. Данная статья декрета подверглась редакции и тем самым положила начало продолжительной и явно не в свою пользу борьбе, главного управления архивным делом, борьбе с ведомствами. Надо сказать, что в 2019 году, то есть через год, да, ну, менее чем через год, главное управление архивным делом законодательно зафиксирует в следующем декрете пятилетний срок хранения документов в учреждениях и ведомствах, после которого они обязаны передавать в единый государственный архивный фонд, то есть на государственное хранение. Положив тем самым, еще раз повторяю, начало длительной борьбе с ведомствами. В 2019 году вышел целый зал декретов, посвященных архивному делу, архивам. Ну, первый декрет — это охранение и уничтожение архивных дел 31 марта. И здесь нас с вами сейчас интересует два пункта. Первый пункт звучал, что все дела и дело производства учреждений составляют губернский архивный фонд. Это очень важно, потому что вслед за центральными учреждениями, документами центральных учреждений стали создаваться местные губернские архивные фонды и местные губернские архивы для концентрации и спасения архивных документов. Но там был еще один пункт, который звучал так, что дела... Сейчас помню. Архивы, оказавшиеся в губернии... Нет, архивные собрания, оказавшиеся в губернии, временно включаются в губернский архивный фонд до перевода их в центр. О каких архивных собраниях идет речь? Как вы, наверное, почувствовали, они оказались случайно в губернии. Не догадались? То есть, речь шла об архивах эвакуированных в годы Первой мировой войны из Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины в условиях под приближения и оккупации германской армии. Надо сказать, что, забегая вперед, я скажу, что в 20-м году была создана комиссия под председательством, под руководством Матвея Кузьмича Любавского, которая, когда эти архивы были перевезены в центр уже, в Москву, эта комиссия все 20-е годы занималась возвращением эвакуированных в годы Первой мировой войны архивов из этих территорий. Вот я справедливости ради хотела это подчеркнуть. Кроме того, был принят депрет о хранении и уничтожении архивных дел, тоже 31 марта 2019 года, который и установил пятилетний срок хранения документов в государственных учреждениях. Но самое главное, он расширил состав документов, входящих в Единый государственный архивный фонд. Вспомните, о каких документах, каких учреждений шла речь в декрете от 1 июня 2017 года? О документах и архивах правительственных учреждений, то есть государственных учреждений. А депрет о хранении и уничтожении архивных дел включил в Единый государственный архивный фонд и документы общественных, профсоюзных и кооперативных учреждений и организаций. То есть, понимаете, в чем дело? Это шло в русле политики военного коммунизма, о государствении всего и вся. Поэтому тут был принят этот декрет и зафиксировано законодательно о включении в состав единого государственного архивного фонда документов не только государственных учреждений, но и общественных учреждений и организаций, что опять же спасло от гибели в огне гражданской войны эти комплексы документов. И последний декрет, который был принят в 19-м году, 31 июля 19-го года, ну прежде чем я назову его, скажу его название, я бы хотела небольшую реманку сделать. К сожалению, принимались непрофессиональные инициативы, было и такое, юридические издержки, ну не побоюсь этого слова, граничащие с авантюрой. Речь идет о том, что 31 июля 19-го года был принят декрет на кома, который назывался «О сосредоточении центра архива, о включении, простите, в главном управлении архивным делом в состав дуга и об отмене права частной собственности на архивы умерших детей литературы и искусства, то есть умерших писателей, композиторов, художников и ученых, хранящихся где? В музеях и библиотеках». То есть, еще раз повторяю, тут три ключевые фразы, да, об отмене права частной собственности, это первая фраза, на архивы умерших писателей, композиторов, художников, хранящихся, вторая ключевая фраза, и хранящихся в библиотеках и музеях. И декрет отменил все ограничительные для государства условия, на которых были переданы бывшими владельцами документы, архивы умерших деятелей литературы и искусства. И право первого издания рукописей декрет предоставил в госиздату. И вот теперь вернемся к предыстории разработки этого декрета. Вы знаете, кто разработал этот декрет? Ни за что не отгадаете. И для вас это какое-то откровение. Известный вам поэт-символист Валерий Яковлевич Брюсов. Совершенно верно. А вы скажете, а при чем тут собственно Брюсов? Дело в том, что в эти годы он занимал должность заведующего библиотечным отделом конкурса. И кроме того, если вы знаете историю литературы видения, он писал книгу, монографию о жизни и творчестве Пушкина. И вот ему очень захотелось почитать письма Натальи Николаевны к Александру Сергеевичу и Александру Сергеевичу к Наталье Николаевне. Но когда в 1837 году, год гибели поэта, она сдавала эти письма в рукописный отдел Румянцевской библиотеки, она оговорила условия, что эти письма могут быть открыты для исследователей только через 100 лет после гибели. А на дворе какой год? 19-й год. Брюсову не хотелось ждать так долго, поэтому при поддержке и, как сейчас модно говорить, релабировании Рязанова был принят этот декрет. И, конечно, вы прекрасно знаете, к чему привел этот декрет. Вы прекрасно знаете, что значит нарушить волю покойного. Вы прекрасно знаете, что, допустим, Достоевский некоторые из своих рукописей, своих это называются, да, на 100 лет. Олег Николаевич там стоит в завещании оговорил, что некоторые рукописи и письма его, естественно, не опубликованные, могут быть доступны исследователям только через 30 лет после его смерти. То есть, и, конечно, уже на следующий день комиссия Румянцевской библиотеки дала такие, возможно, отрицательные последствия этого акта, дала такое заключение, что нарушение воли лиц, положивших свои архивы в те или иные хранилища, может привести к недоверию со стороны частных лиц к государственным архивам, что и имело своим следствием. И последнее. Дело в том, что в 2019 году, опять же, и это является заслугой Рязанова, было создано хранилище частных архивов. Вот я шаг за шагом рассказываю вам о собирании и концентрации государственных хранилищах, хотя это и хранилище частных архивов, но под эгидой Главного управления архивным делом. А история этого хранилища такова. Ну, все вы знаете имя Сергея Дмитриевича Шерементьева, да? Многолетнего руководителя императорской археографической комиссии, известного вам историка, который всю жизнь занимался историей усадеб в том числе. И вспомните, как он красиво называл усадебы дворянские. Культурные гнезда России, да? Так вот. И Сергей Дмитриевич первым забил тревогу о том, что гибнут в первую очередь усадебные, частно владельчество архивов. Ну, вы прекрасно знаете, люди бежали от новой власти, да? И многие из них хранили фамильные архивы, которым был не один десяток лет, а несколько веков. Ну, если это такие известные фамилии, как Шерементьевы, там, Демидовы, Строгановы, Юсуковы, этот ряд можете продолжить. И вот, таким образом, инициатива создания хранилища частных архивов принадлежит Сергею Дмитриевичу Шерементьеву. Однако, он не дошел до открытия этого хранилища, потому что в ноябре 18-го года чекисты нагрянули в дом воздвиженки с тем, чтобы арестовать Сергея Дмитриевича. Арестовывать они его не стали, он был недвижим, у него была гандрена обеих ног. Но зато арестовали его сына, тоже историка, Павла Сергеевича Шерементьева, а на следующее утро, не выдержав этого потрясения, Сергей Дмитриевич Шерементьев, Омер. И Рязанов начал многотрудную войну за, скажем так, вызволение из тюрьмы ЧК Павла Сергеевича и родственников Шерементьева. И таким образом, через месяц его хлопоты увечались успехом, Павел Сергеевич, выйдя из тюрьмы, он понимал, что нужно, этот долг его перед памятью отца, вот, и занялся созданием хранилища частного польё. И таким образом, в 19-м году, это хранилище в январе 19-го года было создано. И заслуга Шерементьева и его сотрудников было то, что они во всей России спасали гибнущие документы, в основном усадебные архивы, и свозили их в Москву, хранили частных архивов, которые, кстати, открылось здание Новодвиженки, вот, в родовом имении Шерементьева. И таким образом, они для нас, для исследователей, да, сохранили вот эту бесценную источниковую базу. Но кроме того, заслугой Рязанова является и то, что он спасал владельцев частных архивов, фамильных, частновладельческих усадебных архивов, ну, тех, что остались, да, не эмигрировали, предоставляя им работу в качестве переводчиков, там, служащих и так далее. Ну, вспоминайте, это же 19-й год, это период военного коммунизма, когда в магазинах нечего было купить, и деньги это были просто бумажки, даже если они были у кого-то, да. И понятно, что войти спасали от голодной смерти, а так как лица дворянского происхождения были отнесены к какой категории по закону, избирательному закону 19-го года? Лишенцев, да, то есть лишены избирательных прав. Я сейчас не могу вспомнить точные эти граммы, ну, например, по рабочей карточке, рабочие получали, допустим, 800 грамм хлеба, да, на сутки, в то время как вот эти так называемые лишенцы получали там, по-моему, 150, что вообще ввело к голодной смерти. И поэтому сотрудники и, собственно, Шерепетев и Рязанов спасли многих владельцев, бывших владельцев частных архивов от голодной смерти. И поэтому, когда 11-го июня 19-го года состоялся съезд губернских уполномоченных, то главной темой, ключевой темой этого съезда стала сохранность, спасение именно фамильных усадебных архивов. И на съезде выступил Шереметьев Павел Сергеевич, который, кстати, рассказал о том, что еще до съезда были посланы, как мы сейчас назвали, информационные письма с тем, чтобы владельцы или те люди, у кого были на руках эти архивы, давали хранилища частных архивов, где он писал, полученные заботам специалистов, они будут сохранены для истории. И вот вы знаете, что выяснили? А кроме того, это хранилище начало составлять перечень всех известных усадебных архивов в России, и при работе выяснилось, что много усадебных архивов, фамильных архивов было вывезено в города, еще даже самими владельцами в годы гражданской войны. А что в первую очередь интересовало антидвары? Потому что их перекупали по частям антиквари. В первую очередь интересовали дневники, переписка и так далее. А оставшиеся документы могли погибнуть. И поэтому, когда Павел Сергеевич Шереметьев выступил на съезде, он с болью сказал, что наступление весеннего тепла делает все доступным пробудившейся энергии окрестных крестьян, которые терпят нужду в лотереи, а что опаснее всего для нас бумаги, поспешили кусать вам как островитяне, выброшенному на берег кораблю. И это нашествие, я прицитил, густого и некультурного населения, безусловно, приведет к окончательной гибели усадеб. И сказал горькие слова, через год нам нечего там будет делать. И вот благодаря энергии, благодаря мужеству сотрудников этого хранилища, для нас спасены многие архивы личные и частные. В том числе, ну я только приведу один пример, чтобы вы видели, услышали, как сотрудники этого хранилища, рисковали не только здоровью, но и зачастую жизнью, собирая во всей стране архивы. Был такой сотрудник этого хранилища, потом он будет в 30-е годы преподавателем исторического института, Михаил Станиславович Вишневский, филолог. Так вот, Вишневский был отправлен в командировку в Одессу для того, чтобы привезти известный вам архив графа Воронцова. Почему он был известный? Папушкина вы знаете, да? Даже. Так вот, он телеграфировал, что на подводах уже привезен этот архив, то есть спасен, что он сейчас грузится в эти самые теплушки, то есть вагоны, да? И скоро выезжает. Вот, пришел поезд, Вишневского нет. Пошли сотрудники главного управления архивным делом проверять все вагоны, нет нигде Вишневского. И не прибыли. Ну, целый день его искали, подумали, что он, наверное, расстрелян. Или арестован, или расстрелян. Вы же прекрасно знаете, Одесса так переходила из рук в руки, да? Сначала белым, потом красным, и наоборот. А все-таки Вишневский служащий новой власти, наверное, он арестован белыми или расстрелян. И вот Ольга Евгеньевна Корнелович была такая, она была заведующая архивом пашеским корпусом и сотрудник, собственно, хранящих частных архивов. Она не успокаивалась. И на следующий день говорит, ну давайте пойдем посмотрим запасные пути. Сотрудники вокзала говорят, что нет, там ничего нет, там стоят пустые вагоны. Нет, пойдем посмотрим. На следующий день они все-таки, она уговорила главного управления архивным делом проверить все эти запасные пути на вокзале. И вот они стали открывать дверь за дверью степлушки, вагоны. И одну из степлушек открывают, а там, знаете, от пола до стола кипа бумаг, ну кроме угла, там небольшая, небольшая кипа. И вот на них лежит без сознания Михаил Станиславич Вишневский. Он по дороге заболел цепным тифом. И если бы не Ольга Угеньевна, то, корнилович, то, конечно, в общем, там счет шел уже на часы. Это я почему привела вам пример такой? Не случайно я сказала, что сотрудники этого хранилища рискуем здоровьем, а зачастую и жизнью. Вот спасли для нас эту бесценную источниковую базу. К 20-му году деятельность Рязанова и руководимые коллеги, а также главного управления архивным делом перестала отвечать интересам укрепления новой власти. И по мере развития событий в соответствующих органах ЧК накапливалась информация об антисоветских действиях и высказываниях ответственных сотрудников главного управления архивным делом. То есть время Рязанова уже проходит по мере укрепления однопартийной системы. И таким образом, воспользовавшись тем, что Рязанов выехал в зарубежную командировку. А знаете, еще об одной заслуге Рязанова я не сказала, связанной с этим. Дело в том, что он выехал в командировку по заданию Ленина куда? В Германию. К этому времени практически у всех представителей большевистского руководства напрочь испортились отношения с германской социал-демократией. А почему? Потому что большевики, ну, Ленин провозгласил в годы Первой мировой войны превращение войны империалистической в войну гражданскую. Правильно? Ну, естественно, и поражение своего правительства в Первой мировой войне. Ну, понятно, что какие патриоты будут желать поражения своему правительству. И, конечно, германские социал-демократы отказались. И это вот было началом, как бы, тех отрицательных, негативных отношений, которые в конец испортились у большевиков с германскими социал-демократами. И только у одного Давида Борисовича Рязанова сохранились дружеские, человеческие отношения с германской социал-демократией. А также германская социал-демократия владела огромным архивом, архивом не только по истории Германии, по истории общественного движения, социал-демократического движения Германии, но и по истории многих европейских стран, то Рязанов как раз и был послан, и он не один раз ездил Владимиром Ильичом, Ульяновым, Лениным, для того, чтобы снимать копии с, ну, в первую очередь, с рукописи Маркса, Энбиса, ну и с другим документом по истории вообще движения рабочего, социал-демократического движения Европы. Германские социал-демократы владели не только громадным архивом, у него была прекрасная фотолаборатория, ну, потому что он микрофотокопии делал. Ну, надо сказать, что Рязанову и многие деятели европейской социал-демократии далили подлинники, и Рязанов привозил прямо вагонами, и таким образом, и слава Богу, кстати, да, почему слава Богу, что он привозил, потому что аналогом этим источником, этих документов в истории вообще европейского движения. Даже в Европе нет многих из этих документов. Почему? Тоже догадались, да, когда в 1933 году пришли нацисты в Африке, в Германии, вот началась ночь, но это же не одна ночь, это мы его слово-образно говорим, ночь, костров. Так что, и таким образом, все, что привез Рязанов, составило, какой сейчас архив в Москве? Федеральный, Российский государственный архив социально-политической истории. Позвольте мне от имени кафедры, от имени факультета поблагодарить вас за действительно очень плодотворное участие в работе нашей международной научной конференции, и то, что вот вы сегодня уделили свое время, значит, общению с нашей молодежью, с нашим студенчеством, будущими историками, архивистами, будущими документоведами. Вот. И я думаю, что они очень много взяли из нашей встречи. Во всяком случае, для меня лично, вот очень многие те ваши мысли, которые здесь были высказаны, которые прозвучали, они заставили по-новому, как мы говорили, уже взглянуть и что-то попытаться переосмыслить в будущем и так далее. Я надеюсь, что и для молодежи то же самое это будет. Так что спасибо вам большое. Спасибо.